Все. Метнуть я могу все. Нож, вилка, ложка, ножницы, игла, гвоздь, топор, саперная лопатка. Что еще перечислять? Ну, последнее, что я метнул, это бамбуковые палочки от суши. Обычные рестораны бамбуковые палочки от суши с трех метров. Да, они должны, они обязаны воткнуться, потому что любой предмет, который мечется, он должен втыкаться. Причем он должен втыкаться в заданную область. Поэтому среди метателей ножей есть такие негласные пари, которые подтверждаются посредством видеозаписи, кто что сумел метнуть. Ну, вот самый крутой бросок, это когда обычной иголкой пробили стекло. Этот бросок выполнил Сергей Федосенко. Вот, надо стремиться попробовать его побить. Самообладание у спортсмена однозначно должно быть способность мгновенно концентрироваться, поскольку, если так, оценить действия метателя на рубеже, метатель должен быть расслаблен. Он достаточно расслаблен, он спокоен, у него должно быть ровное дыхание, он должен быть морально успокоенным, и буквально на доле секунд у него должен произойти выстрел, вот взрыв такой, вот как это в спорте есть термин, взрывная сила мышц, вот у него должны отработать именно мышцы буквально в течение доли секунд. После этого он опять спокойный и расслаблен. То есть это наивысшая степень концентрации человека. Ну, здесь все, и спорт, и искусство, это такое вот многогранное определение. В настоящее время спортивное метание ножей, это дисциплина, одна из дисциплин универсального боя, федерация унифайт. Вот в декабре этого года мы были, я и мой товарищ Алексей Тихомиров, мы были участниками чемпионата мира, который проходил в Москве в спортивном комплексе Содружества 16 декабря. И несмотря на то, что мы приехали, будем говорить так, оттуда, где метание ножей еще не развито, мы стали финалистами чемпионата. То есть мы прошли отборочную, мы вышли в финал. По себе я могу сказать, что на чемпионате мира я не справился с волнением. Я никогда не знал, что по руке пот может течь. Меня просто с ладони капало. Я просто вот это вот нахождение в кругу вот этой всей звездной плеяды, которая туда приехала, там просто вот там ходишь, там поздоровался, руку можешь неделю не мыть. Есть всего-навсего три стиля исполнения. То есть давайте разберемся, что такое техника, что такое стиль. Есть три стиля исполнения броска. Безоборотный – это когда нож летит по дуге, прямо как копье. Малооборотный – когда нож в полете делает полоборота. Это то, что мы все видели в кинофильмах. Берут за лезвие, запустили и там с 20 метров попали. Но в кино всегда попадают. И многооборотная техника – это когда бросок выполняется за рукоять, и нож совершает уже энное количество оборотов. На основании… Вот это три стиля. Техника исполнения этого броска может быть у каждого спортсмена индивидуально. Я обычно всегда объясняю простой пример. Наше счастливое детство все-таки нам всем доводилось держать в руках новорожденных цыплят. Нож держать надо как цыпленка. Сильно надавил – задушил. Отпустил – он выпорхнул. Поэтому развитие идет активное, тактильного контакта. Я приучаю спортсменов, когда они берут в руки любой метательный снаряд, чувствовать его руками. Они должны пальцами уже прекрасно понимать, что у них в руку попало, что можно теоретически с ним сделать, и приблизительно уже попробовать сделать хват для выполнения броска. Мы с Алексеем посидели, поколдовали, посмотрели на несколько ножей и сделали что-то усредненное. То есть мы попробовали один нож, мы попробовали другой нож, и у нас появился такой симбиоз. Ну, авторство на ножи тяжело установить, потому что мы все должны, обладатели ножей, все платить деньги первому кроманьюльцу. Когда он придумал кремень обтисать, приделая к нему ручку и сказал – это нож. Все, авторство принадлежит ему, безусловно. Все пытаются, спортсмены делают ножи под себя, потому что делается под руку, под хват, под ощущения. Вот как говорят, есть выражение – нож должен в руке спать. Сейчас у нас активно идет работа по созданию Карельской республиканской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация метания ножей и топоров». У нас прошли наши учредительные собрания, то есть у нас есть полный пакет документов. Мы можем, в принципе, сказать, что фактически, да, у нас эта организация уже есть. Мы получили подтверждение от Москвы, что мы являемся представительством Общероссийской Федерации спортивного метания ножей. То есть сейчас идет активная работа о том, чтобы метание ножей выходило в самостоятельный вид спорта. Да, определенные трюки я могу выполнять, то есть можно показывать. Вот у нас недавно, буквально, вот несколько дней назад была встреча с Союзом ветеранов Афганистана. Ребята приходили к нам, они, скорее всего, свою юность вспомнили. Немножко так у нас были общие темы для разговоров. Очень приятно привели время в субботу. И четыре часа пролетели просто так вот, вот как одна минута. Да, я показывал определенные виды бросков, которые можно просто с места показать как трюк. Работа вокруг корпуса человека – это то, что у всех вот всегда, типа, вот там, вот. Там есть свои определенные цирковые фокусы, поэтому давайте я о них не буду рассказывать. Не всегда нож метается там. Он, в принципе, не уходит от метателя. Это цирк. Я бы, наверное, не рискнул пока. Пока? Пока не рискнул бы. Есть определенные трюки, так называемый перехват ножа в полете и так далее, метание перекрестное и так далее. Определенная техника, определенный тип броска и дальность определенная. Все. Нож перехватывается. Это работа с самурайским мечом. И, по-моему, вот эти коротенькие кинжалы, которые использовались японцами для сепоку, а наех металла. Если, будем говорить так, женщину в руки заставили взять оружие, значит, женщина все-таки доведена до такого состояния отчаяния. Ну как, вы сказали слово оружие. Я ответил на вопрос оружие. Это для меня разные понятия. Если просто человек приходит заниматься спортивным метанием, это вообще прекрасно. У нас очень много титулованных спортсменок, которые прекрасно занимаются. И в Петрозаводске у нас занимались. Честно, если сказать, у меня была одна ученица, мне очень жалко, что она перестала ходить. У нее просто роскошные данные для броска. Просто роскошные. Многодетная мать. Ну, с байкерством я уже, наверное, все-таки закончил. Я не боюсь, не хочу говорить категорично, но, наверное, все-таки да, я спешился. Потому что в байкерстве там очень хорошо должна быть сложена команда для дальнобоя. Я не любил короткие поездки. То есть этот дальнобой должен быть, хорошие прохваты, допустим, там тысяча-полторы тысячи километров в одну сторону. Там очень внимательно относятся к команде. Команда должна быть съезжена. Все пилоты мотоциклов должны быть на одной волне. Потому что иногда бывает, кто-то срывается, кому-то погонять надо, кому-то там наоборот плетется медленно. А когда все держатся в одном ритме, да, это очень хорошо. Но, к сожалению, большинство ребят, вот с кем я ездил, они уже просто все спешились. Из самых дальних поездок, что у нас было? У нас был очень красивый, вот в 2011 году я организовывал мотопробег. Старт был в Будапеште. Будапешт, Рига, Санкт-Петербург, Петрозаводск. Здесь Большой Привал, Кандалакша, Мурманск, Териберка, Заполярный, Нордкап и через Хельсинки домой. Вот эта поездка, да, была интересная. Честно говоря, планировал совершенно другое. Я думал, что я, будем говорить так, свои навыки, свое мастерство применю на поприще военной службы. Потому что я из семьи потомственных военных, я знаю, что только-только-только, только то, что я знаю, я офицер в седьмом колене. То есть там все-все-все-все-все-все-все-все. Вот, то есть это всю жизнь было нашей семейной традицией и семейным поприщем. Я старался перенимать от них самое лучшее, что офицер должен быть офицером. Вот, у офицера должно быть прежде всего слово понятие честь, достоинство. Ведь как было у царских офицеров, девиз был за веру царя Отечества. И вот как у них, как они отвечали обычно, что душу Богу, жизнь царю, честь никому. К сожалению, даже в мой период уже службы, будем говорить так, очень много менялось. И я скажу, не совсем в хорошую сторону. Поэтому, да, это я хотел заслужить. Будем говорить так, это по сей день, наверное, все-таки моя где-то... Где-то в глубине души все-таки она ёкает. Потому что очень много этого видишь, анализируешь. Да, я армии благодарен. Я благодарен тому образованию, которое я получил. У меня и высшее инженерное образование, инженер-радиоэлектронщик. Это первое образование. Второе образование высшее у меня. Высшая командная академия. На пеничку вышел в 34 года. Честно, моя жена. Когда мы расписывались с ней, в ЗАГСе был задан вопрос. Сначала его озвучили жене, потом она позвала меня. Зайди. Мы заходим. Повторите, говорит, вопрос, пожалуйста. А вы, говорит, не боитесь замуж выходить за бомжа? Она говорит, нет. Честно скажу, у меня было несколько браков. Ну, это обычная армейская биография. Потому что ехать куда-то там... Зачем? Потом, когда вышел на пенсию, тоже... Чужой город. Этот же город для меня, он не родной. Я не петрозаводчанин. Я просто здесь закончил службу. Но мое жизненное правило. Я никогда домой не приезжал с видом побитой собаки. Поэтому я стал себя делать здесь. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.